Иван Абрамов! Здравствуйте! Здравствуйте! Так, смотрите, у вас у всех всё хорошо, всё нормально, да? У нас с женой тоже всё хорошо. Недавно у нас была годовщина свадьбы. Вот, о которой я узнал непосредственно в день годовщины свадьбы. Вот, ты не забыл, какой сегодня день. И, слушайте, я понимаю, ну, девушки, тема избитая, не новая. Но как вы считаете, может быть, проще, ну, напоминать, чем обижаться? Ну, просто предупредите нас заранее. Не знаю, ещё как-то в ЗАГСе скажите, если что, я такая сука. Что-что-что, говоришь, слушать надо было. Нет, молчат. Причём, ну, мы же забываем про эту дату не потому, что мы считаем эту дату неважной. Или нам там жалко денег на подарок. А просто по двум этим причинам вместе. Плюс, ну... У некоторых же девушек ещё, ну, есть дата, когда вы поженились. Есть дата, когда вы начали официально встречаться. Есть дата, когда вы познакомились. Мне кажется, в церковном календаре не столько праздников, сколько в голове у некоторых девушек. Вот у нас с женой, клянусь, есть такие три памятные для нас даты. Это вот 27 апреля, день нашей свадьбы, 18 января. День, когда мы начали встречаться. И 1 июля, день всероссийского голосования за поправки в Конституцию. Потому что это наша дата. Это наша страна. Развели нас. Это наше решение. Мы так и хотели. Я, кстати, за столько лет вместе с женой уже научился выходить из этих тупых ситуаций. Каждый год в один и тот же день, когда меня жена спрашивает, ты не забыл, какой сегодня день? Я говорю, Эль, пожалуйста, не портни вечерний сюрприз. Какой сюрприз? Бабушку уже не воскресить, сегодня 40 дней, Вань. То есть, даже не попытаемся, Эль? В итоге-то самое обидное, что я, надея нашей годовщине, успел ей заказать большой букет цветов, выложил в Инстаграм наше совместное фото, где она не как урод. А я в итоге ничего не получил, кроме утреннего чувства вины. Я вечером к ней подхожу, Эля, я, конечно, все понимаю, а где мой подарок на нашу годовщину? Она говорит, ну, вообще-то в такой день обычно муж заморачивается. Я говорю, откуда такая уверенная, что твой следующий муж будет так делать? Короче, уел ее по полной и продолжил пылесосить. Потому что я всегда всасываю по жизни, понятно? У нас двое детей с женой, и со старшим мы сейчас проходим алфавит, готовимся активно к школе. И знаете, проблема в том, что, ну, она у меня вроде умная девчонка, но я не самый терпеливый учитель. Особенно, когда у меня на паузе стоит Ведьмак-3, чуточку быстрее можно соображать, да? Чуточку быстрее. Я говорю, Кариш, вот это какая буква? Вот это какая буква, напротив которой изображен апельсин? А, Карин, какая это буква? Она... Я говорю, алло, Дикси, вам нужны кассирши? Опыт работы, кидзания, три часа, считается? И у меня это от папы пошло, потому что мой папа, он нереально нетерпеливый учитель. Я помню, мы с ним постоянно занимались математикой. И это была у меня стандартная проблема с примером, помните, это упростите выражение. Помните, упростите. Каждый раз думал, нахрена вы его усложняли, да? Сами главное, что-то там наморосили, а потом, блин, нам нужна помощь шестиклассника. Твари. И я помню, мой папа спрашивает, типа, синус квадрат х плюс косинус квадрат х минус один. Как можно упростить? И я... И он так, сука, а? То есть, как дышать, ёпта, ты знаешь, а тригонометрию нет, ёпта. И самое было неправильно в этот момент просить моего папу дать подсказку. Представляете, как мой папа подсказывал? Он говорил то же самое, только громче и ближе. Он говорил... Синус квадрат х плюс косинус квадрат х минус один. Я говорю, не хрена себе, подсказка, пап. Не хрена себе, подсказка. Смотри, не захлебнись, пап. Странно, что в кто хочет стать миллионером, нет такой подсказки, папа. Итак, вы выбрали подсказку в стиле бешеного пати. Кто на Руси отменил трепостное право? Попозорь же, всё-всё, Дмитрий, я беру деньги и ухожу в себя к чёртовой матери. Я понял. Кстати, не думали, что Дмитрий Дибров вообще не умеет орать? Не думали? Ну, у него же всегда такая... Инсильгенция поставлена речь. Потому что барики радиус рта. И даже когда извиняюсь, он достигает оргазма, он просто говорит... Вот так поворот, вот так поворот. Ну, я себе слабо представляю, что он там с кем-то в поле... Ну, так можно лося в брачный период случайно привлечь, понимаете? Вот так поворот, вот так поворот. Слушайте, я нетерпеливый отец, это мой минус, но я довольно очень весёлый отец. Вообще меня дети мои считают самым смешным человеком. В компании больших... Ну, когда мы собираемся на день рождения, я всегда самый весёлый отец. Вы бы знали, вот сколько я снял скальпов с этих скучных папочек, которые... Дети, ку-ку. Дети, где вы? А дети веселятся со мной в махароне мёртвого голубя. Понятно тебе? Который умер со скуки, увидев твоё дети и ку-ку. Ку-ку киллер, господи. Я однажды одного отца так довёл, что он из ревности орал детям. Дети, я знаю, как он это сделал. Он вот сюда палец типа убрал, на самом деле он его не вырвал. Дети, куда вы? Дети, дни... Думаю, ничтожество, боже мой. Я щекотал его дочь у него на глазах. Но недавно мне попался достойный противник. Как-то прихожу в песочницу на район, в Одинцово. И ко мне моя старшенькая подвигает. Говорит, пап, представляешь, там с нами строят песочный замок какой-то пидор. Ну мне так послышалось, по крайней мере. Я прихожу туда, а там, мужики, там прям профессиональный крутой отец. Не потому, что он построил настолько крутой замок, что я потом его с трудом ночью сломал, к чертовой матери. А потому что он строил с детьми этот замок с энтузиазмом. Понимаете? С удовольствием. То есть не как обычный Мацый, сынок, а давай ты будешь рабочий, будешь строить, а папа будет на лавочке сидеть, типа, папа гора. Типа, замок над горой. Потому что папа у него ленивое говно. А с энтузиазмом. Дети, теперь, чтобы наш замок не обсыпался, давайте его чем-то смочим. Отойдите, я здесь все облежу, дети, отойдите. Слушайте, а у кого есть дети, когда ваши дети не слушаются, вы мне рассказываете историю про одну девочку, которая тоже не слушалась? Включать эту лживую тварь, да? Ну, у меня старшенькая моя, Карина, она иногда не любит есть суп. Я говорю, Кариш, я тебе не рассказывал историю про одну девочку, которая тоже не хотела есть супчик. И она, выжми максимум из моей наивности. Я говорю, ну вот, жила-была девочка, которая не хотела есть супчик. И в итоге ее сбила фура. Не рассказываете такие? Жалко, с женой такие истории, да, не прокатят? Я тебе не рассказывал, Эль, про девочку, которая каждый год в один и тот же день спрашивала у мужа, ты не забыл, какой сегодня день? И что, ее сбила фура? Нет, Элечка, она умерла в одиночестве. Потому что ее муж, пытаясь исправить ситуацию, побежал за цветами, перебегая дорогу, его сбила фура. А их дочка с горя перестала есть супчик, ее тоже сбила фура. За рулем которой сидел тот самый мстительный Дети Ку-Ку-Киллер, понимаешь? А рядом стоял Дмитрий Дебров и что есть мочь орал. Вот так поворот. И повтор шутки в Адолбесте. Вот так поворот. Вообще, когда мои дети вообще меня резко не слушаются, я их обещаю отдать деду, моему деду Вите. Потому что мой дед Витя, знаете, он умеет держать удар с детьми в плане прикола. С дочкой недавно были, от него подходят. Деда Витя, хочешь прикол? Хочешь фокус? Смотри. Он говорит, молодец. А теперь ты, хочешь прикол? Челюсть достает. У меня дочка говорит, папа, как он это сделал? Почему мне на языке вертится и же си на небеси? Как он это сделал? Говорю, дочка, это не он сделал. Это бесплатная районная поликлиника. Это не он сделал. Спасибо большое. Всем пока. Раз, два, три, четыре. Мы теперь включаем режим вибрации. Премьера сериала. Я чуть мужа не грохнула. Начал руки распускать. Я взяла его и огрела сковородкой. Ты извиняться меня сюда позвал? С какого я перепугу? Это вообще-то у меня два сотряса. Ты вообще понял, что я от тебя ушла? Понял, понял. Чего не понять-то? Ты ушла, тебя нет. Пару дней перебесишься и вернешься. Лешенька. Это кто? Скучала, а? Нет. Я тоже. Ты что делаешь? Ну я что, пришла что ли зря? Ты что еще думаешь? Иванько. 2 ноября в 8 вечера на ТНТ. 3 ноября в 8 вечера на ТНТ. 3 ноября в 8 вечера на ТНТ. Продолжение следует...